Девушки отдыхают А вот и нет. Аппарат жив и даже способен иногда самостоятельно перемещаться во времени и пространстве. Впрочем, наш «Жигуль» не Стивен Хоукинг, да и доктор время его совсем не лечит. Больше года мы не вспоминали тачку с октября 2019-го. Нужно сделать менять счет о «Жигулях» за 2020 год. Так-то фильм получился ни о чем. Барахло какое-то. Если вы отключите свои телеприемники, то ничего не потеряете. Спасибо, друг, что все еще смотришь ролик. Ну-с, продолжим. В прошлой десятой серии мы с моим другом Пашей переанимировали тачку. С тех пор она довольно-таки неплохо стала передвигаться. Хотя зарядка батареи так и не шла, шаровые скрипели, тормоза были задумчивые, поворотники не робили. Все как обычно. А в дебри аппарата лезть себе дороже, ибо «Жигули», как известно, самый сложный автомобиль во всем мире. Однако больше всего нас беспокоила вода, которая стала жить на полу салуна. Я здесь живу! Мы знали, что рано или поздно она доберется до металла и сожрет точилку. Мы пытались удалять ее самыми разными хитроумными способами, используя тряпочки. Фланелевые, ситцевые, хлопчатобумажные, крепдешиновые и даже... и даже... ничего не помогало. И тут Павел достал из широких штанин гвоздь. Правильно сказал классик. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире «Жигулей». Пробить дно и выпустить водяную воду. Вот рецепт успеха. Смотрим ставку. В общем, друзья мои, находимся мы сейчас в сельском хозяйстве. Тут, видишь, красивая местность. Да, лекшери, роскошь и комфорт. И вот наш автомашин. В общем, что мы сделали? У нас ведь вода кругом. Понимаете? Вот, кстати, оператор покрытый мохом. Спасибо ему. И вот здесь было много-много воды. То есть вот она еще немножко осталась. Ну, пришлось подойти к этому вопросу радикально. Вот тут отверстие. Вот оно. Да, вот это отверстие. Ну, вот мы пробили его просто и всю воду туда свыли. Да, то же самое в задней кабине. Оторвали мы ковер. Вот коврик пока бросили. Но потом мы его уберем из-за природы. И вот здесь вот такой полик. Полик покрытый. Чем тут, Паш, он был покрыт? Не знаю, что. В общем, чем-то был покрыт. И вот Паша говорит, надо это все содрать. Он тут отверстие тоже пробили. Да, мы срезали тут этот ковер. Он был настолько ужасный. И Паша говорит, потом мастик и покрытие будет дешево и сердито. От пола-то. Смотри, какой металл-то хороший. Вот, а тут еще одно. Да, и вот что еще надо сделать? Покрасить опять. Мы просто сейчас красили. Даже два раза уже красили. И опять вот после каждого раза вот такая картина. Спустя год все это вот так вот деформируется. Смотрите, слазит. Поэтому мы сейчас, ну, как уже сказали, вот этими баллонами... Ну, достатки красили. Остатки видишь. Но, Паш, это не реклама. Мне просто сейчас мазало все. Да, по бюджету машина вообще бюджетная. Как эксплуатировать жигули, при этом, так сказать, не уходить за рамки бюджета. А в остальном хороша, хороша машина. Очень хороша. Сегодня завели, прямо завелась, как все равно, что Rolls-Royce. Или что там еще есть? Ой, вот багажник, видишь. У нас есть серия, где мы разбирали багажник. Тут были просто залежи какие-то. Вот, видишь, ниши крыльев. Колеса выбросили старые, потому что они были вообще уже полностью гнилые. 78-й год, кто не в курсе. Мотор, видите, 1,3. Да. И даже он уже пожелтел от глубокой старости. Ну, шутка ли, 42 года автомобиля. Ой, какой пол-то стал хороший. Смотрите, нет. Она, наверное, отродясь такой заботы не видала, Паша. Этот парень просто гений. Я пропашу оператора. Большая вода ушла. Но была еще одна проблема. Краска. Эй, она ну никак не хотела дружить с крылом. Покрасишь, а краска собака тут же слазит. Крыло-то от переживания ржавеет. А краски нет ни что. Плюнуть да растереть. Тем же днем мы решили воспользоваться тяжелой артиллерией. Баллончиком, как в GTA San Andreas. Смотрим вторую вставку. Большое спасибо. Ну а чего? Я сейчас тогда зачищу и покрашу на руку. И посмотрю, как это делается. Сам процесс покраски я не буду снимать. Почему? Потому что мельчайшие частицы, они могут попасть на объектив. И это не есть хорошо. Поэтому лучше до и просто покажем. Сейчас смотрите до. Но я не в процессе. Ну, в общем, друзья мои, вот мы что смогли, сделали. Второй баллончик тоже кончился. Там было совсем немного, но можно наблюдать вот это крыло. Вот такое оно прекрасное. Маркет какая-то. А-ка, посмотри, да? Ну, теперь бампер протер. Здесь тоже, видишь, весь хром натер. Вот второй крыло. Оно теперь вот таким стало. Ну, да, по бюджету, ну вот, ну так. Ой, да, автомашина москвичная, надо. Хотя еще багажник, думаю, что там немножко осталось. Краски нету, ни фига. Полностью пусто. Да, но зато вот что важно. Мы все-таки устранили влагообразование. Вот этот Паша натер все это приблуду. И, собственно, вот только ее убрать. Ну и потом мастикой чем угодно помазать. Да бросить у меня ковролин есть, зеленый такой ковролин. Прямо четкий. Можно вот его вырезать и положить сюда. И будет вообще от души прямо так. Ну что ж, друзья, это очередная. Не пойми, что за серия Великая Красная Акула. Кому интересно, можете подписаться. Основной наш контент это железнодорожный транспорт. Обзор всяких локомотивов, вагонов и так далее. Плюс путешествия. А это как бы в нагрузку. Вот, друзья мои, примерно так. Я, мастер Эдуард, профессиональным сертифицированным инструментом вновь отремонтировал автомобил. А если джентльмену понравилась наша Великая Красная Акула, то вот, вся фильмография. Хотим вас спросить, какие приколюхи нам еще можно сделать с этой машиной? Или может вообще лучше продать? Напишите, пожалуйста, прочтем все комменты. И можно на канал еще подписаться. Еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.